Давай по тры-каем, ну Юлик! Тры-кай, тры-кай. ТРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРР! Какой же дурацкий дракон, ДРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Ло-ло-ложка, И сегодня мы в реальном Майнкрафте вместе с Юликом, привет! Всем привет. А,да, мы закончили на том, то что наконец-то не умерли, вроде бы даже сделали себе какую-то базу, и у Юлика есть планы, какие планы, ещё раз? Планы в том, что мы вообще не разбирались в модах. Я-то не знаю, я думал, ты знаешь. Но я кое-что узнал и... А почему я не могу сделать рапиру? А, короче, нам нужно сделать рукояти. Для рукояти нам нужны ниточки и палочки. Потом мы делаем и этой палочке и рукояти. Подожди, а ты не слышишь дракона? Ой, как близко он пролетел. По-моему, это было очень громко. Я надеюсь, что он нас не убьет. Подойди ко мне, смотри, какая штука. Да? У, нефига себе. Возьми и почитай. Да, на монстров без брони она наносит двойной урон. Там что-то 200%, что-то такое. Ну, как бы, если что, железный меч наносит 8. А, нет, подожди, он наносит 6. Требование атака 8, все нормально. Не, ну, в принципе, просто железный меч наносит столько же даже по экипированным мобам. Поэтому вообще пофигу на эту рапиру. Вот если бы она была железная... Смотри, 25% damage taken, dealt in durability, плюс 200% damage. То есть она наносит 3 урона, плюс еще 6, получается 9. И у нее скорость атаки быстрее, чем у меча, по-моему. Во, я вижу как раз волкодава какого-то. Можно на нем попробовать. Я не знаю, сколько у него хп. Не, обличай. 6. Где, 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 где? Все еще 6. Нет, твоя тактика не сработала по поводу плюс 200. Ничего, ничего. Попробуй, попробуй. Там криты вылетают на девятку иногда. А я тебя не вижу где-то. Пожалуй, я просто докачаю ту самую атаку. Помнишь, да? Гребаная тактика по прокачке атаки. Слушай, а мне нужно железо. Я сделаю железные рапиры. Это все-таки поудобнее будет. Но железа у нас маловато. Сейчас скажу. У меня 6 есть. Я могу с тобой поделиться. Давай, давай. Тогда сделай железную рапиру. Я не хочу туда спускаться, потому что еще сожрет кто-нибудь. На самом деле, мы же еще ни разу не встречали какое-то непонятное существо, которое исходит из темноты. Что, может быть как-нибудь встанем в темноту? Подстоим? Ну, слушай, можно... Вместе ты, я, темнота. Еще одни шиперские эти закидоны. Ну, Юрик, ну пожалуйста, давай постоим. Ну, давай постоим. Если копать какую-нибудь руду, то может выскочить что-то типа духа, которого ты разбудил, копая руду. А, это я буду. Это я знаю, да. Так я, кстати, железо-то еще не подобрал. Прямо перед тобой выкинул. Вот. Я думал, ты его в сундук положил. Вот, держи. Вот, давай. Это, кстати, твой там рюкзак лежит? Я не знаю. Это, по-моему, пустой рюкзак. Сейчас я попробую его подобрать. И этот твой... А, нет. У меня же броня надета. Попробуем. Это был мой рюкзак, да ладно? Я вообще забыл про него. Прикольно. Мы что, кстати, складируем сундук? Мы будем его просто хоть чем заполнять? Или создадим два отдельных сундука, чтобы, там, не знаю, прибамбасы разные, а другой руды? Слушай, давай пока его просто так заполним. Просто, чтобы, если... Когда мы умрем, не так жалко было, что мы что-то потеряли, а уже потом... Ой, я алмазы, кстати, сразу положу те самые. Ха-ха, четыре алмаза. Зажигалочку сделаю. У тебя есть кремний? Кремний, ща проверю. Ноп. Нужно сделать зажигалочку. У нас есть осколок кремния. Я так понимаю, его недостаточно, да? Я займусь сегодня хозяйством. Я добуду тебе кремень. На самом деле, у меня... У меня очень большое желание сходить в тот самый Майя Данж. Мне кажется, что там будут сундуки с крутыми лутами. Вот прям... Вот что-то мне подсказывает. Слушай, а мы его найдем вообще? Майя Данж? Я в нем был. В предыдущей серии. Ты в нем не был. Гений. А, я думал, он далеко. Я думал, ты говоришь про тот, где... Где со старым домом. Там, где двухвостка была. Вот что я имею в виду. Да, пойдем. Прям ща... Что? Что? Я как бы предложил на потом сейчас пойти? А как рюкзак выбрать? Ну, а о чем мы сейчас будем делать? Так я думал, тебе кремень нужен. Я как бы вот начал добывать. Я думал, ты уже добыл. Нам нужна зажигалка и факела. У меня 24 зажженных, 24 потухших. Так, у меня 37. Ща-ща-ща. Давай помогай мне, помогай. За тебя. Давай, давай. Ох, как хорошо копаешь. О, справляешься. Отлично. Давай каждый не выпавший кремень, я буду тебя бить. Хотя это вообще должно работать наоборот, да? Не, убери меч. Убери меч. Кстати, а зачем сачок нужен? Не везет тебе на кремень. У меня сачок есть. Сачок? Да. Бабочек ловить. Я в прошлой серии сделал. Здесь же насекомые есть. А, серьезно? Подожди, ты все уже узнал по этому поводу? Я просто помню, что ты вроде что-то сделал сачок, но не помню, зачем он нужен. Я сделал сачок и сказал, лови бабочек. Кремень, где хоть один? Это слишком дикое невезение. Хоть бери и прокачивай скилл на выпадение кремния. Я сейчас реально это сделаю. Так, вот, вложить. И у меня теперь первый уровень. У меня плюс 10%. Слушай, а я добыл кремень, так что, наверное, зря-то. Что у тебя есть потухшие факелы. Факелы? Сейчас просто... А, у меня огниво было. Да? Ну, а теперь у меня тоже будет. Что, пойдем тогда куда-нибудь? Да, тот самый данж, я тогда надеваю железную броню. Ну, это на самом деле плохая железная броня, то, что на нас. Давай хотя бы поспим тогда и погнали. Давай. Спокойной ночи, Юлик. Ложись рядом. Спокойной ночи. Давай поспим. Ты спишь? Я сплю. Вот мы и поспали вместе. На одной большой. Я подушку между нами клоуна всякий случай. Пойдем. Да. Я хотел кое-что сказануть, но я подумал, что это не в моем будет формате. Вот прям совсем. Погнали в майя данж. Железный меч. А, тут мой верстак, кстати. Если что, можем возвращаться. Ооо, подожди, я что хотел сказать. Слушай, выглядит, выглядит прикольно. У тебя есть вода, у меня просто по жажде вообще все плохо. У меня всего 4 пузырька, но я думаю, мы же недолго там будем. У меня 4 всего лежат. То есть я прям сейчас уже буду терять зрение. Мне бы попить. Серьезно? Ага. Держи. Я могу в принципе сейчас взять. Держи, держи. Взять? Что? Это что за пузырек? Это санина. Это из лужи вода, ты понимаешь? Ты ее даже не дезинфицировал. Пей санину нормально. У нас такие, мы как спартанцы. У нас оружие спартанское, вода спартанское. Там нет ничего. Да черт. Не получается. Спасибо. Ты это пытался сделать, да? Я тебе помогал. Я попил, спасибо. О, нихрена, тут же булыжник. Тот сам... Тихо. Тихо, 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 тихо. Слушай, надеюсь, это на самом деле гиппогриф летает, а не какой-то дракон. Давай все-таки посмотрим, где он обитает, потому что я постоянно слышу, как кто-то тут летает, и меня... А может лучше в данж пойдем? Я вот не слышал никого. Я прям сейчас его слышу, он очень близко. Вон он! Охренеть! Вон там! Где, где, где? Я его только что видел. Давай прорисовочку 13 вместе поставим. Так, я вижу каких-то джинов вдалеке, но дракона все еще не вижу. Он был, я тебе клянусь, он на секунду появился у того дерева. О, я вижу там вдалеке. Но там вдалеке еще и воздушные какие-то штуки есть. Это джины. Вот я тебе и сказал про них. Джины. Не, не хочу с джинами связываться. Ладно, пойдем в данж. Сейчас я прорисовочку тогда снова поменьше сделаю. А у тебя, я так понимаю, без шейдеров вообще не лагает, да? Ну я сейчас шейдеры врубил. Ну и так. Не лагает, но, знаешь, где-то 5 FPS теряется. Может 5, 3. Вот, да. Мне тоже постоянно приходится менять туда-сюда прорисовку. Вот здесь я уже все осветил, ты не думаешь, что так было. Это я, да, это все я. Вот хвали меня, я, это я, 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 я. Ну слушай, круто, круто получилось. Я к тебе телепортируюсь. Сейчас я кое-что, я придумал еще кое-что, ты там пока иди спускайся, я к тебе тпшнусь. Да иди, 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 иди. Давай, давай, рассказывай, что ты придумал, я посмотрю. Да нормально все, я просто воды хотел взять в ведро. Ты придумал, ты придумал не умереть, я так понимаю, да? Да я правда хотел водички всего лишь взять. Давай, отличный. Иди вперёд, давай, ты как тот, кто уже бывал, покажи мне всё. Сейчас двухвостку встретим, я её так и не убил. А у нас и стрел нету, да? Слушай, ты в курсе, что большинство монстров, не большинство, но некоторая часть монстров, она не такая агрессивная. То есть там муравьи всякие и прочее, с ними даже можно как-то нарабатывать отношения. Ну давай попробуем наработаем отношения. Вижу паука, вижу чупакабру, что-то пытается пройти. Чупакабра агрессивна. Ой, как мы его, смотри, с двух сторон ты красавчики. В две рапиры просто разорвали. Ну у меня правда не рапира. Стоп, а ты сделал железную рапиру мне? Я сделал себе железную рапиру. А, то есть моим железом ты сделал себе железную рапиру. Ну я его для этого и просил. Я могу тебе дать каменную рапиру. Смотри кто, смотри кто вдалеке. У железной рапиры 3,5. Ты видишь тролля? Тролля видишь? Большого трёхголового. Да, 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 да. Ну точнее трёхвысотного. Сколько у него жизни? Сейчас, пойдём его грохнем. Там и крипер. Да господи, тупой паук, чё я не могу его? Слушай, а чем атака и урон отличаются? Вот у рапиры урон 3,5, а атака 8. Тихо, 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 господи, он меня заметил. Чё, ты будешь прям его пытаться? А у тебя реально получается, ни хрена себе. Я помогу. Вот видишь? Я говорю, рапира хорошее оружие, не такое... Дай попробую. Не такое плохое, как ты думал. На. Или ты не можешь использовать. Не-не-не-не. А, вот. Я успел подобрать. Железная довольно хорошая. У неё урон 3,5 и вот те же 200%, это ещё плюс 7 и получается уже 10,5. И плюс ещё она криты выкидывает. Да-да-да, чё говоришь? О-о-о, еда кончилась. У тебя есть что-нибудь покушать? Я вот как раз этим занимаюсь. Миска, гриб, ещё гриб. Ладно, так и быть, возьмите тушёные грибы. Блин, я ведь ещё сказал, что нам нужен булыжник, да? И мы его так и не добыли. Я бы сейчас пожарил мясо чупакабры. Слушай, так булыжника-то в сундуке полно. А кто за ним вернётся? Вон, двухвостку, видишь, да? А что, она мощная? Ну, она бьёт, отравляет, это самое неприятное. Что? Слушай, можно сделать копьё, чтобы издалека её бить. Копьё? Сейчас посмотрим. А как копьё на английском или прям по-русски можно? А, да, по-русски. А, я не помню. Там сначала нужно сделать длинную рукоять, а потом с помощью, ну, железа, жала или камня сделать копьё. О, она залагала, отлично. Я тебе так скажу, копьё здесь не создаётся. Ну, не копьё, я не помню, как называется, но это тоже спартанское оружие, оно довольно длинное и бьёт довольно далеко. Очень странно то, что само по себе копьё не создаётся, но оно делается из одной палочки, якобы. Только это неправда. Нет, там из палочек, из трёх палочек, и справа от трёх палочек посередине нужно нитку положить. И получится длинная палка. Нитка у меня есть, подожди. Как ещё раз? А, так, палочка. Что дальше? Давай я сделаю. Не-не, что, справа нитку? Ладно, возьми, короче, да, на. У меня две нитки. Так, плюс 15% урона. Нифига себе ты рапиру выкинул. Хорошая рапира ведь. Так я и говорю. Да, она мало того, что сама по себе даёт плюс 200 урона, так ещё и плюс 15% даёт. То есть плюс 200%? Есть камень или железо? Железо есть? Я тебе оружие сделаю. Нет. Нет, сорян. Мы пойдём дальше. А камень есть? Не-не-не. Так камень или железо. Я всё, что мог тебе дать, я тебе дал. Слушай, ну я хотел тебе оружие сделать. Давай хотя бы камушек добудем сейчас. Погоди, у меня есть кирка. А, мать твою, она голод даёт. Так, тогда это уже проблема. Ну ладно, может быть голод не так страшно. Да чёрт подери. Может быть не так страшно? У тебя точно нет камня? Может у тебя хотя бы доски есть или что-нибудь такое? А, во, камень есть. У меня дуб есть. Ну, а, нет, стоп, у меня две булыги есть. Две булыги нормально? Угу. А я уже нашёл булыжник. Ну всё равно, на всякий случай я дал. Я чё-то не заметил у себя в инвентаре. Сториан. А рапира я смотрю ещё и вроде как дальше бьёт. Или это неправда? Не-не-не, не особо. Вот эта штука намного дальше бьёт. Смотри, смотри. Стой, 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 стой. Я уже почти убил. Подожди, подожди. Десять процентов. Ну же. Еее. Шо, выпал. Держи копьё. Смотри. Так, хард кристалл шар. Оно очень длинное. Фигасим. Но там каменный наконечник, поэтому он не особо сильный. Оно держится в двух руках, даже так, то есть ты не можешь носить второе, да-да-да. Ну штука прикольная, выглядит вообще эпично, вот ты в моём увидишь летсплее, вообще реально выглядит круто. Мне достаточно F5 нажать, Юлик. Не нажимай F5, лучше летсплей зайди. Чё, пошли дальше смотреть, чё тут есть? Ты ещё скажи то, что было бы круто, если бы мы это сказали, подпишитесь на наши каналы взаимно, да, если не подписаны. Ребята, вот вы не подписываетесь, а мы поэтому не снимаем в реальности, а мы вообще хотели в реальности Майнкрафт вообще сделать там Майнкрафт Терф и чё вообще там есть? Да, мне здесь не... Слушай, здесь особо опасные монстры или... Опа! Я не шарю, я не спускался. Ну ты же видишь то, что факелов нет. Чё у тебя там? Меня зом... А! А ты меня спугал, сорян, я подумал, я подумал это зомби. Так, я... Фаак! Разнимало. Чё такое? Я воду вообще нечktionно уничтожил. Вторую воду! Что я делаю? Я взял двумя факелами и уничтожил два источника воды. Хотя хотел просто попить. Слушай, нам бы сходить назад и полечиться или у тебя может пластырь какой-нибудь есть? У меня ничего нет, я даже тушенку или что там еду, суп тебе последний отдал. Ну тогда пошли назад, поспим, выздоровим и вернемся сюда. О боже, у меня жажда, я ни хрена не вижу. Может мне умереть? Не-не-не, умирай! Зачем? Пошли просто поспим. Я нихрена не вижу, у меня прям такой мыльный экран, у меня глаза слезятся от этого. Так, здесь же колодец рядом, ты до колодца дойдёшь и будет надо. Ща дойду, да-да-да. Ещё и еды надо. Я понял то, что в данже надо ходить не только с экипировкой, в большей степени нужно ходить с тем, что даёт регенерацию. Вот реген это самое важное. Ну слава богу, хорошо, что мы пришли к одной и той же мысли, что к данжам нужно готовиться, да. Да, ну в принципе можно и так пойти, без какой-либо подготовки. Мы не уйдём. Я всё ещё как бы говорю тебе уже третью серию, наверное, может даже сразу четвёртую серию. Я говорю тебе, что надо прокачать атаку до 16 уровня и тогда мы сможем использовать алмазные мечи, а алмазный меч... Мы замучаемся прокачивать её до 16 уровня, ты представляешь сколько там... Да не, немного. Тут скелетончик почему-то бьётся... Девятый уровень, это 9, плюс 10 19, плюс 11, плюс ещё 11 это уже 30, плюс 12 это 42, плюс 13 это 50... ухуху персик ты вернулся персидзев а я думал, я хотел убить его это уже 55, плюс 14 это 84 ты немножко неправильно считаешь он ж только и просит опыта нет 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 ты неправильно считаешь потому что опыт тут тратится за уровни вот эти вот по экспириансу по экспириансу понимаешь ну так я и читаю сколько тебе экспириенсу нужно каждый новый нене нене нет ты не понял каждый новый левел требует больше экспи И, например, когда у тебя будет 25 уровней, ты сможешь прокачать не 2 раза атаку, а 3 раза. Потому что, когда ты качнёшь, у тебя потратится не все 12 уровней, например, чтобы прокачать там 12, да? А всего лишь 5. Потому что у тебя было 25. Нет, он по-моему, не как Зачарование работает. Нет, 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 он работает вот... Вот именно, что он не работает как... Или как Зачарование работает сейчас в Майнкрафте, подожди. Ну, типа, ты тратишь либо 1, либо 2, либо 3 уровня. Нет, тут вообще другая система, тут по-другому. Тут зависит именно от XP. Короче, ты всё увидишь, мальчик. Я тебя научу играть в Майнкрафт. Хорошо. У меня теперь персик есть! Только мне теперь надо в 2 раза больше еды. А зачем тебе в 2 раза больше еды? А, у меня же... Чёрт, тут же нет мода на кормёжку персика. Мою собачку, любимую. Чё ты делаешь? Это за дело на будущее. Сейчас мы еды не получим, но в будущем ты скажешь мне спасибо. Ну, или не скажешь, если ты не культурный человек. Но если культурный, то скажешь. Ну, нифига ты меня забайтил? То есть я тебе... Что я тебе в любом случае должен спасибо теперь сказать, да? Ты знаешь, такая манипуляция уровня детский сад. Да-да-да. Если хороший, то скажешь вообще. А так вот вообще не надо говорить. Ну, не надо, ну, и не хочешь. Тебе чё, слабо спрыгнуть с 8 этажа? С 8 этажки? А? Тебе слабо? У тебя нет семян случайно? Семян у меня. Ну, я, кстати, как раз хотел пойти поискать. Сейчас пойду. Вот одно есть. Что? Уже неплохо. Недостаточно опыта для использования предмета. Земледелие надо прокачать. У меня прокачанную до... Твой пёс придётся его убить. Нет! Не трожь персика! Он нападает на меня. О, мясо! Слушай, вот и поедим! Персик, если честно, убежал, а я убил Чупака, бро. Это её мясо выпал. Овцу-то... Слушай, а почему из псов мясо выпадает? Что за дичь? Волчье мясо, прикинь? Всё, не порть броню, не порть броню! Бл***ь, броню портишь! Короче. Теперь наши вещи смешались! Что ты наделал? Ничего, я разберусь. Я разберусь, да. Я все вещи просто себе заберу. Ты разменял наш опыт и нашу броню на пса. Это ты! Это сделал ты! Ты убил моего персика! Все знают, что персика трогать нельзя! Ведь это же персик! Это ровно как и курятин! Персик равно курятин, курятин равно персик! Нельзя их трогать! Знаешь что? Смотри. Сейчас, подожди секунду, пожалуйста. Ты моего пса убил, с которым я ещё даже не успел подружиться толком. Но уже он... Ты меня ударил, он на меня напал. Погоди, 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 погоди. Смотри, смотри. Видишь, что я ем? Смотри на меня. Блин, не могу. Короче, вот. Это приготовленный персик. Какая же ты тварь! Это мясо твоего пса. Держи. Я не хочу видеться с тобой в реальной жизни, Юлик. Слушай, мы можем мясо этого пса... Слушай, а это должно послужить тебе уроком, и ты его не выносишь. Ты опять меня бьёшь. Ты меня ударил, пёс на меня напал, мне пришлось его убить. Если бы ты на меня не нападал, персик... Ты послужил причиной смерти собственного пса. Каково тебе с такой информацией жить? Как же классно ты манипулируешь, да? Это уже не манипулируешь. Это же правда. Ты меня ударил, пёс на меня напал, я защищался. Это самозащита. Ребята, рассудите нас в комментариях. Хитиновую броню мы долго еще не будем. Ты не заболтал, короче, я не слушал тебя особо, сорян. Я сделал, во-первых, фляжку. И смотри, у меня теперь с угольным фильтром это можно все соединить. И я, если что, теперь могу три раза из этой фляжки попить, и это будет чистейшая вода. Ооо, а как фляжку делать? Я сейчас посмотрю. Шесть кожи, шесть кожи. Шесть кожи. Попробуй найти. Ну вот одну я тебе могу дать. Вообще я могу, как раз ты тут пока хозяйством занимаешься, пойти поискать тебе немножко кожи. У тебя земледелие, говоришь, прокачано, да? До собирательства, до третьего. Но я могу еще прокачать. Не, нужно земледелие, чтобы, получается, использовать эту пшеничку. А, земледелие тоже до третьего. А, ну нормально, все тогда. Ты тогда, не знаю, повыращивай. У меня все равно ничего не прокачано, я пойду тебе кожу поищу. Еще пять. Давай, я тогда буду собирать пшено. Было бы очень круто, если бы... Тут, если что, я псов нашел, если хочешь кого-то приручить, приручи. Но я тебе говорю, если они будут на меня нападать, я им врываю. Тихо, 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 меня, по-моему, дракон заметил. НЕТ, ТП! А, не, не ТП, все нормально. Фу-фу-фу-фу-фу. Не, ну он на самом деле очень близко начал подлетать, и я аж испугался. Тихо. А, нет, все нормально. Я нашел какой-то заброшенный дом. Причем, поломанный заброшенный дом. Посмотри, там, может, сундук есть с чем-нибудь. Да, вот я... Тихо. О, боже, я... Я траву испугался! Я думал, это дракон летит. Знаешь, если с шейдерами еще играешь, можно отражение своего испугаться. Так вот, да! Блин, ну эти тупые звуки, они как будто... Эти драконы здесь летают, прям у тебя над ухом. Как это бесит, да? А, как это обычно? Ты слышишь, ш-ш-ш-ш, а потом ты умираешь. Ну так, а я о чем? Так что, наверное, если слышишь, лучше сразу бежать. Но я тебе, если что, буду кричать. ТП меня, ТП! Давай, давай. Ну не сейчас. Слушай, я напишу, скопирую, я тебя телепортировать не буду, но у меня будет скопировать. Да-да-да-да, я уже думал, ты хочешь меня ТП шнуть. Так, эм... Смотрю, что можно, в принципе, создать из замшелого булыжника. Если что, ничего. Так что, можешь его не собирать. Ой, помнишь тех зеленых огромных динозавров? Я их тоже поубиваю тогда, мясо принесу. С них мясо валься. А-а-а, ну конечно. Придется мне все-таки к тебе ТП шнуться, или ты меня ТП шни? У меня ни пилы нет, ни меча нет, ни топора нет, ничего нет. В сундуке все лежит. ТП шни меня, пожалуйста. Ты там готов уже вроде. Спасибо. А, кстати, э-э-э, Стон Пайк возьми. Тоже спасибо. Меча у меня, оказывается, тоже не было. Она, по-моему, на три блока бьет, или типа того, может еще дальше, хрен знает. Но тут не написано. Там про рейндж что-то должно быть написано. Да пофигу, пофигу, я думаю, что она далеко бьет. Горящий факел-то, кстати, у тебя есть? У меня есть огниво. Хорошо. Я могу тебе огниво дать. Не, не, нормально, нормально. Фух, ну ладно, я пошел снова тогда на этот раз в другую же сторону, наверное. Железные дубовые доски, точнее, я возьму. Нам, получается, нужна вода, еда и какое-нибудь лекарство. Собери, собери цветочков. А, ща погоди. Лекарства у нас есть. Там в сундуке я положил вроде. Ты можешь попробовать магию прокачать, чтобы использовать кучу лекарств и все. Мать твою, дракон прямо около нашей базы. Ой, как мне не нравится то, что он прямо по периметру тут летает, а. Он не дает мне пройти. Ты сейчас будешь ходить, ходить, пока он не привлечет, не привлечется к тебе. Чшш, Юлик, потише, че такое? Чшш, чшш. Чшш, 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 чшш. Что, у тебя мама там? Да нет, это дракон. Я живу не с мамой уже давно. Я не живу с мамой. Слушай, а здесь для использования костной муки, по-моему, тоже нужно что-то уметь. То есть, недостаточно просто посыпать. Конечно. Так ты что хотел от этой сборки? Ты хотел лайта? Нифига подобного. Ну, я нашел, короче, каменный огромный, настолько огромный, что, мне кажется, мы его вообще не исследуем, особняк. Слушай, требования к земледелию 12. Нет, я не буду тратить столько опыта на такие вещи. Это как-то дико. Я пока что только одно докачал до 12, и это атака. Я хожу по каким-то каменным непонятным строениям. Что это? Не знаю. Но я еще нашел пляж. Ой, куда я вообще забрел? Вроде за кожей пошел. А сейчас копаюсь. О! Ух ты! Тут так тихо. Охренеть. Так, ладно. Пройдем чуть-чуть дальше. Золотое яблоко нашел. Чародейские книги. Слушай, а там, случайно, кожи нет, а то с пузырьков пить очень неудобно. Седло есть. Интересно, можно переделать в кожу? Нельзя. Алмазная конская броня, золотая конская броня, нихрена себя не требуют. О, бирку нашел. Слушай, странный, либо это баг был, либо чего-то не понял, но я играл один, и я там нашел какое-то рарное оружие. У него были требования к уровню атаки 69 тысяч с чем-то. Я думаю, игра просто на рандом залагала. Не, мне кажется, это автор просто сделал, типа, пошел ты в жопу, ты не будешь ее за это. Видимо, видимо, видимо. А что за оружие-то хотя бы было? Тоже как какая-то палка длинная. Но, причем, атака у нее и всякие дополнения были не особо-то крутые. Обычные совершенно. Может, магическая палка? Ну, типа того. Так, ладно, я пришел в какой-то лабиринт. В итоге я начал ходить по лабиринту, реально, куда я забрел. И я пытаюсь найти какой-нибудь прикольный сундук. А мы на каком уровне сложности? На легком. Ты посмотри, как... Ну, хорошо. Видишь, как мы убивали всех в этом. У нас, да, у нас должны спавниться мобы, но... У меня никто не спавнится, чтобы ты понимал. Ну, я за то, чтобы набрать еды, воды и все-таки исследовать ту пирамидку. Там что-то должно быть интересное. Скорее всего. Ту пирамидку... А, ты про Майя? Угу. Да, можно, можно. Господи, у меня сейчас написало то, что меня может кто-то съесть. И я такой, ааа, а где факел? Он у меня в руках был. Боже, мне так страшно здесь ходить. Когда тебе постоянно нагнетает вот эта тупая надпись. Здесь слишком темно и может кто-то съесть. Хорошо, я думаю, что скоро я к тебе тпшнуюсь, потому что в этом лабиринте ровно не... А, я нашел! Спавнер! Наконец-то хоть что-то! Только, походу, я сейчас умру, потому что меня в паутине зажали. Тпшить тебя? Нет, стой, стой, я ломаю спавнер. Все, я живой, живой, все, все хорошо. Фух, ну я испугался. Я уже думал то, что надо будет. Слушай, ты если по пути будешь цветы видеть, то собирай. Особенно одуванчики. Ну, в лабиринте как-то не особо на самом деле. ААААХ ТЫ СУКО Brazil Ак тоисть! Что с тобой? Да я сам испугался, я рвал цветы, и вот дух появился, и он идет за мной. БлЯТЬ, у меня прям все дрогнуло внутри. Как и тебя я не на вижу, а? Кертва игра, чертова игра. Каждый раз одно и то же. Фух, блин. Все, походу этого мне на всю серию хватит. Этого адреналина. Все, короче, я весь лабиринт, походу, исследовал. Ничего тут нету. вот прям даже сундуков не нашел толком спаунер и всё ну да давай. Тпши мене тааак, тааак ооооооооо о 4 лекарства сделал. Отлично хоть что то на самом деле, ты бы лучше занялся железом ииии ты 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 реально сделал выкарством как его сейчас использовать ну да да я ты чё? у меня вот та херня напала я я великий юлик я тратил минут 10 сделав лекарством Я просто его сразу потратил Красиво, просто красиво Я лекарства-то быстро сделал Десять минут я тратил на то, чтобы нас едой обеспечить В будущем А сколько у тебя кожи? Ты только что кожу подобрал Три, давай-ка этих ёжиков поубиваем Давай Они так легко умирают Опа, давай, подбирай Ты уже знал? Шесть, семь Сколько нужно на буржу? Шесть, шесть, шесть Шесть, о, отлично Нормально, всё, да, иди тогда создавай Ой, я хочу в какой-нибудь дань, судя О, из них квилл выпал Можно сделать, короче, тебе опять длинную палку Но вместо камня там на конце будет вот такая штука О, блин, у меня вообще с инвентаревым проблем у тебя нет? Прям заполнено Но я всё в сундук сбрасываю, чтобы сейчас не отвлекаться от целей поставленных Мид дэмэдж, рапид фаер Ээ, ну, квилл у нас один, да? У нас нету семи Нет, почему, у меня четыре квилла То есть ещё две надо И тогда мы сможем сделать этот рапид фаер Или как он там называется? А, квилл скепта, рапид фаер А, из него только скипетр можно сделать Ну, слушай, огненный стержень мы хер где достанем? Я думал, это типа жало, его можно использовать вместо камня или железа Некоторые вещи можно использовать Еды нет У меня предложение, пойдём поспим Пойдём поспим Давай Как сделать эту штуку из кожи? Какой кожи? В какую форму её положить? А, смотри, получается снизу как будто лодку выкладываешь и сверху посередине А, я понял Не получается почему-то Лодку выкладываешь в кожей А, всё, нужно же, чтобы внутри пусто было Да Всё, всё, получилось Молодец Теперь нажимаешь правой кнопкой мыши по воде Давай, давай О, правда? А где правая кнопка мыши? У тебя на мышечке посмотри Блин, а где правых дел... А можешь это написать не на кнопках? Л и Р Ладно, я шучу Я... А, ты написал, спасибо Так, слушай Что у нас, в принципе, можно... Что можно сделать едой? Чтобы есть картофель, нужно земледелие 4 Слушай, я сделаю, наверное, земледелие 4, всё-таки А остальную еду ты себе заберёшь Могу я картошку кушать? Конечно, кушай Но у меня пока что только чупакабрамид есть Блин, я очень сильно хочу прокачать эту ссаную атаку Сколько серий я уже пытаюсь это сделать? Все? Все серии? Ну смотри... Смотри, мы сейчас подготовимся Ты побольше опыта соберёшь в данже И прокачаешь атаку И всё, что тебе хочется Знаешь, я немножко по-другому поступлю Я пойду Найду какое-нибудь поле И подстригу там овец И мы построим прекрасный дом Всё, я уже ищу поле Честно-честно Чё? Ты хочешь построить дом? Дииииищ Я так и делаю Я прям сейчас так и делаю Ты не поверишь, но я реально ищу поле Мгм Так, я фильтр сделал По-моему, ты... Ты не видишь, используй Ищу поле, ищу АААА!! В какое грозное поле попалось! Ха-ха, я понял Если,เผ prophetic Слушай, а уровень чё-то растёт Я вроде, ничего не делаю А уровень уже десятый Знаешь, что я нашёл? Во-первых, эндержемчуг Во-вторых, какой-то плод Хоруса я нашёл Вот это да! Ты понял? Тричность 1,3 Плод Хоруса? Да, он выпадает, но он же бесполезен Ну, вообще, да, в этой сборке я так смотрю, он что-то вообще бесполезный-бесполезный. Хрень. Как бы усложнить себе жизнь? Скушаю-ка я плод Хоруса и телепортнусь в землю. Есть сок Хоруса, и он, кстати, из мода на температуру. Мне даже интересно, зачем. Тут нужна чистая вода, плод Хоруса и сахар. Если у нас есть сахар, можно попробовать. А, не, мы не сможем. Или сможем, ща проверим. Да, мы можем. Есть сахар? Сахар? Угу. Нет, сахара нет. Как картошка долго готовится, пипец. А трассенник есть? Трассенник где-то был, но его нету, нет. Трассника нету. Было бы круто, если бы он был, потому что я просто хочу проверить, что дает этот сок Хоруса. Какие грозные тут эти самые овцы на поле, понимаешь? ОООО! У меня два огненных стержня! О, отлично. Мы можем сделать тот самый пол... О, нихрена себе! Введи, короче, в поиске... Слушай, мы много чего с ними можем сделать. Да, введи в поиске огненный стержень, можно сделать такие вещи! 15 страниц, можно пылающую удочку сделать. Вот этим-то я тебя удивил. Пылающая удочка. Пипец. Зелеварка можем. Да, кстати, зелеварка. Но нужна магия восьмого и строительство восьмого. Так, микстура. Микстура из огненной лилии. Вот дальше посохи идут. Но я так понимаю, у нас вообще ничего нет для этих посохов. Я знаю, где... Сорч фаер чардж. И ещё есть айс фаер чардж. Можно говнопосох сделать. Причём я даже не шучу. Смотри, мы если найдём озерцо с такой голубоватой водой, там спавнится какая-то херня. И вот когда её убиваешь, она ещё спавнит летающих штук из них. Я понял тебя, да. Вот, и можно быстро посох сделать, если найти такое озерцо. Ну вообще здесь всё такое. Давай попробуем. Давай сначала данж пройдём. Хочется данж пройти. Как же хочется пойти в данж. Да, Юлик, ты не представляешь. Вообще было бы круто в данж пойти. Да, да. Блин. До восьмого. Покачай твоё горло. Нам нужен металл. Металл. Народу нужен металл. Мы этот металл используем с умом. А ты чё замолчал? Да, у меня тут овечка розовая попалась. Прикинь, самая редкая овца, кстати, в Майнкрафте это реально розовая. Ты знал? Шанс спавна 0.12. 0.12%. Да, мне попалось прям рядом с домом. Ну, где я играю в ванилу. И её волк сразу убил. Я такой, ну похер, а в***ю поумерла. Розовую? Обидно. Да, да, да. Волк напал. А ещё я там вёл к себе овец. И тоже волки напали. И почти всё стадо перебили. Ну ладно, на самом деле. На счёт 0.12 я немножко, может быть, преувеличил. Точнее, преуменьшил. Ну там реально очень маленький шанс спавна. У меня на поле очень весело. Ты как бы можешь ко мне тп-шнуться? Сейчас тп-шнуться. Только... А, ну мы сможем, если чё, домой тп-шнуться. А чё ты без меня пошёл? Ну ты кидо. Смотри, я тебе... Я тебе вот, 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 скипетр. У меня тоже такой же есть. Спасибо. А где ты их достал? А я только что убил овцу. О, моё. А он кончается? Вау, круто, ну, Санды. Пошли овец дальше убивать. Пойдём. Я смотри, я сейчас как раз собирался сломать эти спавнеры. Как раз уровень добыть. И прокачать себе ещё атаки. Я тут просто как раз этим уже занимаюсь в последнее время. У меня атака 13-го. Прикинь, ещё 3 уровня и я смогу алмазный меч использовать. Алмазный вообще все-все оружие. Ты куда там пошёл? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О, смотри. Мамочки, не надо. Мне за собой дерутся. Нет. Слушай, ну что это посох не особо сильно бьёт. Ох ты ж, б***ь, пуха. Я спасаю тебя. Ты куда полез-то, Крипер к тебе? Ааа. Был из бицинком. А, клинком. Ааа. Я упал в какую-то яму. И потерял все вещи. Я упал в какую-то ядовещи. Опыт, всё. Ну ладно, тп-шись. Я около твоей ямы. Вот там ты умер. Вон там. Ну вот, вода где? Ты куда-то упал там. да можно кстати шейдеры здесь вырубить шейдеры-то выруби улька классно вот это яма ай мать твою хамуха ты чё замолчал я ждал пока прогрузится 100 это мои вещи это абсолютно вот это все что сверху это все моё пожи пожи не трожь это я же тебе отдам это просто упасть могу мне нужна мне нужна только рапира и все рапира и бурдюк с водой остальное мне неважно да я же тебе все отдам и надевает железную броню да я тебе все отдам рома спасибо я знаю классную команду да я довел его до мата а зачем ты меня убил я не думал что я тебя убью ну что за хрень ты опять возвращаешь нас к самому началу зачем ты меня убил это ты меня убил я тебя я тебя я тебя в отместку в отместку как в детском садике да это это воспитательная мера юлик если там час не будет моих вещей если они добегу до моих вещей это вообще жесть у нас же в сундуке не так много крутых сейчас прибамбасов да там то и не было крой крутых прибамбасов то что вот это посох с магии 4 он прям какой-то вообще маленький урон наносит который я тебе дал да 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 стрелял стрелял и скелетом всем плевать было а вот рапира рапира это тема вообще это ближний бой извините тем временем я вернулся можешь все-таки свои вещи забрать эти не я телепортнусь ты опять меня убьешь мне опять не буду тебя убивать если ты меня не будешь убивать не хочу вводить опять эти команды злобные так не вводи юлик ты понимаешь что тебя месть вынуждает это делать не месть я старая тебе помогаю ром я в тебе вырабатываю как называется меня так воспитываешь да ты воспитываешь воспитание не то слово это коллективизм чтобы мы были сплочены общей целью если ты не будешь нет мне кажется ты во мне для себя выращиваешь пай мальчика чтобы я потом каждый раз тебе угождал понимаешь я не хочу чтобы ты мне угодно я хочу чтобы мы сплоченные общей целью проходили сборку они все-таки боролись и убивали друг друга нам бы поспать вообще но и сорян я не могу то я подобрал свой печеный картофель железная рапира а ты его не сможешь есть все равно почему это там нужно земледелие на 4 или мнение чтобы еду есть нет это если бы просто картошка была то тогда да проблема сырую до сырую нужно 4 о какая классная железная рапира похожу-ка я с ней да бери бери я себе новости а уже сделал мама что это крылышки дракончик ой на какой мы высоте я мы же не знаем да надо компас создать блин они там какие-то жесткие все просто мы на вы на высоте где спавнится вон уже вижу золото значит и алмазы могут скоро спавниться а еще я вижу железную броню вон там впереди можно в принципе как-то отвлечь вот этого челика здесь темно кто-то может есть тихо нет отойди у меня тактика 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 так это кстати и этого убил кстати вот смотри что у не есть вот держи это по-моему твою ранее отлично давай спасибо все живем вообще нормально видимо но мы впервые вернули свои вещи мы отжали свои же вещи мы выбили просто так ладно ай так как где-то погоди не уходи ай да да у меня тут проблема битва я вижу лаву ах ты собака ну-ка так быстро так быстро чем да он убивает очень моментально не знаю но я убил за два удара он убивается быстро да он убивается бы как и эти петухи которые иссушение на тебя накидывают помнишь нет петушки бада да 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 это как адрес и я помню да 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 и вот они убиваются легко но накидывают они иссушение конечно и умираешь очень быстро так нашел какой-то еще проход ну ё-моё о боже хочет такое фазы счет фазы счет у нас начнутся проблемы рут райад чуть такое это событие которое происходит очень редко она могла она могла произойти когда угодно даже если мы просто по воде шлялись где-то там наверху да блин ой красный скорпион я ты мне под этот залез но телепортируйте телепортируйте только если у меня покажи что это ты видишь это да там много чего а у тебя есть еще много чего и она спавнится сейчас посмотрю нужно у железа выпало четыре штуки оружие как у меня есть огненный стержень у меня есть огниво и и вот эти блэйды и все из этого оружия пор утра и закончился события ой-ой-ой живи пожалуйста юлик я тебя прошу а я живу на я на грани я на грани ты пишешься ты пишешься а не ты ж не да блин погоди 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 у нас есть бумага зомбячее мясо и что-то еще нужно мы можем телепортироваться на место нашей смерти ты пошли ко мне юлик пошли отсюда куда могу они не убирают они шли отсюда так тихо походы справлюсь я не знаю куда бегут наверх ах ты сова нет все я помогаю сливать жиськи и не не все нормально нормально ты п-6 ты п-6 артируется до между золотой яблоко господи мне так плохо пол сердечка мне пол сердечка впервые а где у тебя вот это длинное оружие мы могли их сверху просто бить они бы до нас даже не достали на 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 осталось да конечно там жалобы было огромное смотри я достаю до него давай мочи его угар слушай классная штука но урона мало обалдеть я сверху стою вот это сколько здесь блоков 1 2 3 4 я на 5 блоков бью на только не думай меня бить это у меня хп вообще прям проблема то в том то что у них тут спавнер они постоянно будут создаваться нет 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 они вечно не будут создаваться я буду наверное из посоха этого дурацкого стрелять также нихрена не видно сердце стучит замедление утомление слабость отравления ну я просто в шоке ничего сейчас сейчас все будет а я пошел сломаются ничего ничего это тоже ненадолго да ну мать твою ну отстаньте все умер умер собака собака да мне очень нужна кирка капец я уже нафармил железо только где она подожди было железо точно помню сейчас я сделаю кирку и телепорт к тебе давай 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 кирки можно даже 2 у меня 8 железа ух блин на самом деле такой акшон да нормальный акшончик надо было сразу сломать спавнера когда я это еще хотел сделать это я замедлил пойду ломать ломать вам лица вот и видишь это это кто дракон ты видишь да вижу ё-моё иди-ка сюда на . а чё какого те получай получая эх блин давай мочи его в лицо в жопу бей на боя и нихрена не слышно боже классно что он лагает и не может нас ударить да 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 урон наносит или что это прикол типа такой фига мы дошли до бедрок тупо бедрок да не ну его можно убить же ты понимаешь слушай 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 у меня мечта у меня мечта использовать магию магию у тебя на летсплее в твоем видео короче и дело в том то что когда это рыкаю происходит быстрая перемотка как ты смотришь на то чтобы немножко потрыкать что сделать ну давай потрыгаем юлик давай потрыгаем ты и я умоляю юлик я не понимаю не пусть ролик идет длиннее чем меньше ладно тем более смотри давай завершим этот летсплеем убийством дракона давай потрыгаем ну юлик трекай трекай какой же дурацкий дракон ну ладно слушай давай наверное реально на этом будем тогда заканчивать погоди я тут это грабежом занимаюсь я я понял я думаю вот прям здесь и можно ну что же ребята вот мы нашли какого-то дракона ой мы его не убили но мы натыкали ему рапир в задницу так что это заслуживает лайка и подписки реально вы так плохо подписываться стали не понимаю с чем связано а слушай у меня хорошо твоя аудитория реально очень активно ребята а давайте-ка подпишемся на юлика а на юлик это надо подписаться надо надо вот на вот этого миленького маленького усатенького ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые серии и писать я первый под каждым роликом с вами был юлик и мистер лололошка всем удачи всем пока 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 пока